Еще раз здравствуйте, КФК Гирифорд Вот показываю, как мы завершаем чистку загона для бычков Это вот загон для бычков Как видите, вот такой был уровень навоза, который накопился за два года В прошлом году мы здесь не чистили Вот сейчас загружаем последний прицеп, наверное Как видите, получается из-за вот этих чисток у нас поверхность земли Вот там получается как бы низина Здесь возвышенность и возле линии кормления возвышенность Вот это место, это уход в овраг, который находится в границах нашей земли И мы там слив лишней талой воды весной или дождевой, ливневой воды туда происходят Здесь, конечно, они намесят болото, безусловно Но все равно сток воды будет, и это будет уменьшать грязь Ну а логово у них будет здесь, здесь повыше И поэтому все будет хорошо Значит, это родильное отделение старое наше мы уберем И еще в планах изменить поилку, сделать нормальную поилку И в планах продлить эту линию кормления, убрать это дерево И сделать нормальную линию кормления дальше Может быть, эту частичную рощицу уберем Вот Ну вот так сделаем Ну и здесь есть в планах такая мысль Сделать еще один свист, вот так Вот здесь поставить столбы Сделать еще один свист, чтобы этот навес был для большего количества животных Но тогда надо одновременно продлевать линию кормления Ну, вот это уже у нас будет такая отдельная работа Не знаю, что мы успеем Планов у нас много, а сил мало Вот, еле-еле встали с дивана и сделали вот это А так нас Много мы Разных работ и задач, и мы все не успеваем Махни, Димок, привет Ну да, этот навес неудачный тем Тем, что чистить его можно только с этой стороны Вот, со стороны Вот, в сторону забора Это значит, мы можем выломать заднюю стенку А это, ну, не нужно делать Поэтому приходится чистить вот такими движениями ковша назад Это тоже не очень хорошо Все не берется Вот, тут и вилами чистили, и ковшом И вот в результате вот так То есть, такой навес строить нельзя вообще-то Надо стараться, чтобы он проезжался Чистился вдоль Вот в таком направлении Чтобы он производил очистка А здесь высота такая Что трактор вот здесь не поместится Ну, это был наш первый навес Без опыта построенный Можно снять грунт немного, чтобы он был таким Но, вообще говоря, да, тут есть вариант увеличить этот навес Или еще на 6 метров Или вообще еще на 12, ну, 10 метров То есть, добавить полную вот такую вот ферму еще одну К вот этой вот Но, скорее всего, в будущих планах Этот навес вообще будет переделан под возможное хранение техники Или что-то, то есть, есть и такие планы Что убрать вообще отсюда скот В свете того, что здесь слишком скучная территория И, возможно, просто даже какие-либо наши усилия Приведут к тому, что все равно Что-то будет неудобно Или площадка для выгула будет маловато Или линии кормления маловато Или кормораздатчикам будет неудобно заезжать, выезжать с нее То есть, ну, какие-то такие нюансы Например, сейчас только из-за этой линии кормления Нам приходится делать большой фрюк с кормами И таким образом мы Ну, слишком удлиняется процесс кормления общий Вот, таким образом Возможно, от этого навеса придется отказаться Ну, пока Пока он нам служит верой и правдой Конечно, со своими определенными нюансами Ну, весь вопрос в том, что Как сделать малыми средствами Но все-таки обеспечить деление животных И их нормальное расположение И проживание в течение зимы Потому что так, при наличии денег Хорошо построить, вы понимаете Много ума не надо А вот как, чтобы использовать то, что уже есть И то, что построено неправильно, может быть Но все равно его как-то использовать И как-то уменьшить свои расходы Вот это большое дело Большое искусство Вот мы пытаемся с этим делом лавировать Ну, все Всего всем доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok